Равные права и возможности для всех. В прокуратуре Чувашии провели форум «Организация доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья». В Чувашии живут 82 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, а в России 12 миллионов людей и инвалидов. Организация доступной среды была и остается одной из первоочередных задач нашего государства. Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства с ограничениями здоровья. И коммертон в этом, конечно, государство само и должно задавать. Коммертон этого отношения. И правительство прежде всего. Поэтому эти вопросы будем держать на контроле постоянном. и возвращаться к вопросу о том, как мы исполняем принятые решения. С цитаты президента Владимира Путина открыл форум прокурор Чувашии Василий Пословский. Он отметил, что охрана прав инвалидов всегда в центре внимания правоохранительных органов. В текущем году в сфере охраны права инвалидов выявлено более 300 нарушений федерального законодательства. Мы воспользовались нашим правом предъявить в защиту интересов конкретных лиц и общественности заявления в суды. И, в частности, направили 17 таких заявлений. Внесено свыше 180 представлений. К административной ответственности были привлечены 33 лица. К дисциплинарной за то, что нарушения допустили в отношении лиц, которые в данном случае касаются вопросов организации доступной среды, 116 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Формат мероприятия не совсем обычный. Здесь собрались представители ведомств и общественных организаций, которые так или иначе сталкиваются в своей работе с решением проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Но их выступления – это не доклады и голые цифры. Каждый рассказывал о конкретных ситуациях, которые приходится решать ежедневно. Прокурор Чуваши отметил наш телевизионный проект «Такие же», где корреспонденты канала рассказывают и показывают, как живут люди с ограниченными возможностями здоровья и с какими трудностями они сталкиваются. В одной из программ был проведен эксперимент, результаты которого показали, что в большинстве случаев городской транспорт не приспособлен для перевозки инвалидов-колясочников. Показали, как иногда относятся водители к общению с людьми-инвалидами, которые стараются воспользоваться этим общественным транспортом. Даже в тех автобусах, где имелись специальные приспособления, водители и кондукторы либо не умеют ими пользоваться как следует, либо не захотели по какой-либо причине, в том числе и по своеволю, этого сделать. По данному сюжету, кстати, который был проведен на телевидении прокуратуры, организована проверка и сейчас она завершается. О результатах мы обязательно тоже дадим возможность, пообщавшись с телевидением, узнать. К решению этой проблемы обещал подключиться и региональный Минтранс. Перевозчиками, независимо, где они работают, или в городе Чебоксара, или в других муниципалитетах, со всеми перевозчиками эту работу приведем в разъяснительную, чтобы они непосредственно владели своим транспортным средством, как положено. Не только на педали нажимали и руль крутили, но теми средствами для маломобильных групп населения тоже умели управлять. В режиме видеоконференц-связи в форуме приняли участие городские, районные и межрайонные прокуратуры. Говорили о доступности общественного транспорта, возможности беспрепятственно попадать в различные учреждения, отсутствие подходящих пандусов в старых многоквартирных домах, о своевременном обеспечении инвалидов лекарствами. По вопросам и жалобам людей с ограниченными возможностями здоровья сотрудники прокуратуры вместе с другими ведомствами проведут проверки. Такие встречи в необычном формате продолжатся, чтобы защита прав инвалидов на всех уровнях выстраивалась более эффективно, подчеркнул прокурор республики. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика.